Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Почему возникает конденсат на окнах? Давайте разберем этот момент. Досконально все моменты, все нюансы, которые влияют на образование конденсата. Я их насчитал порядка 19. Надеюсь, все учел. Но если нет, обязательно напишите в комментариях. Возможно, что-то еще я не сказал. Итак, первый момент – это влажность. Понятно, что чем влажнее в помещении, эта влага осаждается на холодном окне. Вот, пожалуйста, наличие влаги. В данном случае у нас сейчас штукатурная работа, шпаклевка. Эта влага осаждается. Это первый самый главный момент. Вторая – плохая вентиляция. То есть, когда не проветривается, когда нет вытяжки, все это влияет на образование конденсата. Третий момент – холодно и температура ниже 16 градусов. Насколько я помню, есть такой показатель, что на гладкой поверхности конденсирует при температуре уже 16 градусов. Там при влажности определенной есть такая таблица. То есть, чем, грубо говоря, помещение прохладнее, значит, соответственно, тем быстрее конденсирует влага. И, насколько я помню, при обычной комнатной температуре, по-моему, 20 градусов, на холодной поверхности уже при 16 градусах, если, например, стекло 16 градусов, уже образуется конденсат. То есть, при определенной влажности. Вот, конечно, таблица разнится, но я сейчас не буду вдаваться в подробности. То есть, самый третий момент – это низкая температура уже самого помещения внутри. Четвертый момент – если некачественно собран дом. То есть, утепление плохое, возможно, какие-то щели в кладке. Понятно, как бы вы ни топили, как бы вы ни старались, все это тщетно. То есть, понятно, что все время будет холодно, и это очень сильно влияет. Также влажность остается, все-все-все. То есть, низкая температура. То есть, четвертая причина – это плохо собран дом сам. Возможно, если вы в квартире живете, там тоже имеется много каких-то моментов определенных, которые не всегда добросовестно исполняет застройщик. Вот, это четвертый момент. Пятый момент – качественный оконный блок. О чем идет речь? Речь идет о самом строении вот этого пластика. То есть, внутри там идут определенные камеры. Понятно, их наличие чем больше, тем теплее. То есть, и понятно, что некоторые изготовители экономят на этом. То есть, на самом качестве именно оконного профиля. Это у нас идет пятый момент. Шестой момент – плохо запенили. То есть, когда, особенно когда ускоренный монтаж делают, часто бывает этот момент чаще всего. То есть, пропускают, где-то недопенили, какое-то там сделали плохое запенивание. Соответственно, вы штукатурите, но все равно может сифонить. А если сифонить, соответственно, образуется и конденсат. Дальше, седьмой момент. Нижняя вставка под подоконником, в частности, вот здесь вот на стыке подоконника. Чаще всего проблема бывает, то есть, отсюда дует. Потом там силиконят, всякие делают моменты. Вот, то есть, когда соединяется окно с подоконником, там есть определенная вставочка. И вот эту вставочку, если вы неправильно соберете, там должна быть уплотнительная какая-то мембрана или герметиком обязательно пройти. То есть, часто вот оттуда дует. Вот это является седьмой причиной, почему может образовываться конденсат на окнах. Вот, дальше, восьмая причина. Не отрегулированная оконная, то есть, сама рама. То есть, на петлях регулируется на летний, на зимний режим. Соответственно, если вы это не сделали, то может поддувать. В данном случае у нас вот тоже не отрегулированная, немного задувает. То есть, из-за этого мы видим вот тоже, как одна из причин образования конденсата. То есть, должен быть отрегулирована оконная рама. Девятая причина. Широкий откос. О чем идет речь. То есть, чем шире вот этот откос, тем получается это пространство, оконное пространство. Оно более далеко относительно помещения, температуры в помещении. Соответственно, здесь свой микроклимат создается. Микроклимат оконного пространства. И таким образом, чем дальше окно от стены, соответственно, там прохладнее. Если прохладнее, значит, как следствие образования конденсата. То есть, чем больше откос, тем больше шансов образования конденсата. Это получается у нас девятая причина. Десятая причина. Нет батареи под окном. В данном случае, вот у нас вообще пролет здесь оконный, то есть, выход. Вот так. Некоторые экономят. То есть, например, несколько окон ставят одну батарею. То есть, не под каждым окном. Это как раз еще одна причина, почему образуется конденсат. То есть, под каждым окном, по идее, должна быть батарея. Если это идет, например, выход, как в данном случае у нас, вот в пристройку. Вот. Ну, здесь, конечно, ничего не придумаешь. Но это еще одна возможность образования конденсата. Вот. Некоторые встраивают в пол такие специально вентилируемые пушки, которые компенсируют как раз нехватку радиатора. Вот. Но, как ни крути, это является прямым следствием образования конденсата. Если нету, под каждым окном батареи. Одиннадцатая причина. Кухня без вытяжки. И еще, например, может быть, нету двери на кухне. Или вытяжка может не справляться просто-напросто. То есть, это такая основная причина тоже образования конденсата. Потому что, когда еще смежно идут кухня с залом, то есть, все, что, например, в кухне, вот это все испарение, выходит в другие комнаты. И вот он, блуждающая влага. Вот. Это одиннадцатая причина. Двенадцатая. Не заделан уличный откос. То есть, в данном случае у нас аккуратно все сделано. А есть бывает, например, когда устанавливают, там, с той стороны, например, пена. Вот. И впитывается влага в откос. Соответственно, она может сюда проходить. Вот. Поэтому обязательно, то есть, снаружи откос должен быть заделан. Тринадцатая причина. Некачественная пена. О чем идет речь? Когда запенивается откос, запенивается шов, есть такие пены, которые не расширяются, а наоборот усаживаются. Так вот, если такая пена, то, соответственно, когда высыхает она, она образует, о чем мы говорили, то есть, возможность, чтобы проходил с улицы холодный воздух. Вот. Поэтому качественная пена, она с этими проблемами справляется. Если вы запенивали некачественной пеной, то результат налицо. То есть, это получается у нас тринадцатая причина. Четырнадцатая. Слишком большое окно. Вот. Чем понятно, чем больше окон, и чем оно шире, чем выше, тем больше причин образования конденсата. А тем более, если это группа окон. Как в данном случае, например, идет остекление, то в этом случае еще больше шансов образования конденсата. Пятнадцатая причина. Наличие стекол в стеклопакете. То есть, там, одно, два, три. Понятно, чем больше стекол, тем теплее. Вот. Шестнадцатая причина. Некачественные уплотнительные резинки. То есть, о чем идет речь? Речь идет вот о самой резинке, которая здесь находится. Вот. Она со временем вырабатывается. Вот. Возможность, ну, и с этой стороны, то есть, по всему периметру. Вот. Поэтому нужно обязательно следить за этим. И это является еще одной причиной, которая влияет на наличие конденсата на стеклах. Семнадцатая причина. Когда устанавливали окна при монтаже, возможно, были какие-то явные дефекты. В самой стене. Какие-то сквозные дыры на улицу. И они не были заделаны. То есть, даже вы когда запениваете, то есть, вот эти отверстия, они сохраняются. И они потом уже уходят в откос. Откос ледяной. То есть, имеется в виду, это в основном касается вторичного жилья. То есть, когда демонтируют старые окна, имеются сквозные выбоины в стене на улицу. Вот. Потому что монтаж, когда устанавливают окна, он только запенивает раму. Соответственно, он не будет какие-то там швы в кирпичах запенивать. Вот это уже вы должны сами делать. И приходит, например, делать откос. Он, соответственно, налепил откос и там ничего не заделал. Вот, пожалуйста, налицо образование конденсата. Вот по этой причине. Вот это является у нас шестнадцатой причиной. Семнадцатой. Семнадцатой. Восемнадцатой. Не был достаточный расчет, когда делалось отопление. То есть, имеется в виду расчет, сколько нужно секций, на какую площадь. То есть, обязательно для этого нужен расчет. Если вы обратитесь в любую компанию по отоплению, то они вам сделают такой расчет. Ну, по крайней мере, сертифицированные компании. То есть, грамотный расчет. Сделают план. План отопления. И все будет достаточно на такую площадь, на такую высоту, на такой объем, чтобы это соответствовало. Соответствовало. То есть, это является еще одна причина, почему образуется конденсат. Просто недостаточно секций, допустим, недостаточно батарей. Может быть, не в тех местах, где надо. То есть, должен быть четкий план относительно отопления. Это является восемнадцатой причиной. И девятнадцатая причина. Это такая очень распространенная. Когда заставляют подоконником, например, цветы, там, на подоконник ставят. Все-все-все заставляют. Таким образом, не дают циркуляции воздуха до окна. И это еще одна возможность образования конденсата. Это первая причина. Вторая причина – жалюзи. Тот же принцип. То есть, там создается за жалюзями свой микроклимат. Соответственно, не обдувается теплым воздухом из помещения. И по этой причине образуется конденсат. И еще есть римские шторы. Тоже таки опускаются, как жалюзи. То есть, это тоже, они влияют на образование конденсата. Когда опущены римские шторы, за ними образуется конденсат. Вот основные 19 причин. Возможно, частично, в каком-то количестве они у вас есть. Теперь, те, кто не знал, вы можете определить до конца образование конденсата. Какие-то вопросы остались? Пишите в комментариях. Всех благодарю за просмотр. Продолжение следует...